Неужели джунгли скрывают секрет, который погружает наше мировоззрение в абсолютный хаос? В бассейне реки Конго расположены вторые по величине после Амазонии сплошные тропические леса в мире. Чаще в самом сердце Африки занимает площадь в 1,7 миллиона квадратных километров, в пять раз больше Германии. Дом для гигантских пауков и не менее впечатляющих лягушек. Бассейн Конго – рай для загадочных существ. Никто не знает, какие неизвестные существа сейчас дремлют в зелёном море листвы. Но может оказаться, что там прячется настоящий гигант, о котором мы на самом деле давно знаем. Просто мы ошибочно полагали, что он вымер уже много миллионов лет назад. Ходят слухи, от которых у нас мурашки по коже. Говорят, что в самых глубоких и непроходимых местах бассейна Конго скрывается нечто, что даже не должно существовать. Описания этого существа разнятся, но чаще всего оно известно как Макелембембе, что означает «тот, кто перекрывает реки». Но чем же может быть это колоссальное нечто? Но те, кто утверждает, что видел Макелембембе своими глазами, позже описывали его как четвероногого гиганта с гладкой кожей. Кроме того, у гиганта из джунглей необычайно длинная шея и череп, украшенный единственным рогом. В итоге и это самое невероятное. Описания напоминают динозавра во плоти. Зауропода, которому каким-то образом удалось избежать гибели доисторических ящеров. Но возможно ли это вообще? Большинство исследователей, скорее всего, сразу же отбросят идею о выжившем динозавре как нелепую. Хотя есть животные, которые являются частью наземной фауны уже 230 миллионов лет, например, крокодилы. Научный консенсус заключается в том, что все крупные длина шеи и травоядные вымерли 66 миллионов лет назад. Поэтому реальное существование современного зауропода заставило бы человечество пересмотреть свое понимание эволюции с нуля. Говорят, что Макелембэмбэ большую часть времени проводит в воде. В большинстве случаев при осмотре обнаруживались только голова и шея, а остальное тело было скрыто в прохладной воде. Существо покидает свою излюбленную стихию лишь ненадолго в сумерках, чтобы покормиться растениями и фруктами. Не менее загадочным, чем предполагаемое существование динозавра, является тот факт, что ни одна экспедиция до сих пор не смогла выследить такое животное. Многим кажется крайне маловероятным, что такое огромное живое ископаемое всегда успешно ускользало от исследователей. Но почему же тогда люди до сих пор верят, что Макелембэмбэ где-то есть? Ну, за это мы должны благодарить некоего Карла Хагенбека, который в своей автобиографии 1909 года написал, что один натуралист рассказал ему о разновидности бронтозавра в этом регионе. Но несмотря на все безуспешные поиски подсказок, местные племена продолжают цепляться за свои претензии. Возможно, они говорили исследователям только то, что те хотели услышать. Или же они действительно видели Макелембэмбэ. Ведущая наука пришла к выводу, что эта история всего лишь миф. Некоторые племена вообще не считают это существо существом из плоти и крови, а считают его духом. Согласно этому, легенда могла вырасти из культурных традиций и общих воспоминаний об этом регионе. Ведь тысячу лет назад здесь все еще жили носороги и слоны. И еще, если действительно существует место, которое и сегодня скрывает динозавров, то вряд ли какое-либо другое место подойдет для этого так же хорошо, как гигантский бассейн Конго. Видели ли эти люди змею длиной 30 метров? Это было в 1959 году, когда бельгийский летчик-истребитель Реми Ван Лердье возвращался с вертолетного полета на авиабазу в Камине в Конго, как он часто делал. Но тут Ван Лердье и двое солдат, участвовавших в миссии, заметили что-то необъяснимое, пролетая над джунглями. Присмотревшись повнимательнее к огромному существу, ползущему по земле у их ног, мужчины не поверили своим глазам. Это действительно была огромная змея, по сравнению с которой все известные гигантские змеи выглядели крошечными червяками. Позже Ван Лердье сообщил, что ползущий колосс был 15 метров в длину. По другим источникам он даже оценил длину в 30 метров. Если говорить подробно, то троица совершила несколько пролетов над чудовищной змеей, причем одному из мужчин удалось фотографировать существо. Но, видимо, змея была не в настроении для фотосессии. Говорят, что зелено-коричневый монстр несколько раз пытался огрызнуться на вертолет во время пролетов. Некоторые считают, что эта история всего лишь жуткая шутка, и что фото было подделано. Однако Реми Ван Лердье пользовался высокой репутацией среди своих товарищей, и, следовательно, его отчет считался подлинным. Так может ли быть так, что гигантские змеи-монстры и сегодня обитают в бассейне реки Конго? Но мы, конечно же, не горим желанием убедиться в этом самостоятельно. Этих жестоких обезьян должны съесть львы. В 2009 году Шарла Нэш пыталась помочь своей подруге Сандре вернуть в дом прирученного шимпанзе Тревиса. Спустя короткое время животное оторвало ей обе руки и разорвало лицо. Печальные истории вроде этой показывают, что с необузданной силой наших ближайших родственников не стоит шутить. Но по сравнению с жестокими обезьянами Билли, которые, как говорят, живут в Конго, Тревис, вероятно, на самом деле был чем-то вроде нежного плюшевого котенка. По имеющимся сведениям, популяция диких гигантских обезьян обитает в глубине тропических лесов. Эти приматы считаются крайне агрессивными и даже подозреваются в охоте на львов. Некоторые утверждают, что это совершенно неизвестный вид человекообразных обезьян. Другие видят в Билли нечто среднее между гориллами и шимпанзе. Некоторые местные охотники даже сообщали, что волосатые существа были невосприимчивы к их отравленным стрелам. Кроме того, говорят, что эти странные животные издают жуткую воющую песню, когда наступает полнолуние. Но даже в этом случае, кроме истории, рассказанных местными жителями, существует очень мало доказательств существования обезьян Билли. Некоторые исследователи натыкались на удивительно большие отпечатки лап и черепа горилл с рядом необычных особенностей. Однако, веских доказательств пока не найдено. И споры о чудовищных приматах по-прежнему горячо оспариваются экспертами. Исследовательница Шелли Уильямс однажды обратилась к общественности с отчетом о своей экспедиции в Конго. Она рассказала о группе необычных шимпанзе, чьи плоские лица напоминали горилл. Если обычный шимпанзе строит свои гнезда на деревьях, то некоторые из этих животных странным образом гнездились на земле. Так что на самом деле мы могли бы иметь дело с гибридом гориллы и шимпанзе или с неописанным под видом шимпанзе. Однако в последующие годы возникли большие сомнения в смелых заявлениях Уильямса. После того, как приматолог Клифф Хиггс изучил предполагаемых обезьян Билли в дикой природе, он был уверен, что они не являются ни новым видом обезьян, ни новым подвидом. А всего лишь интересные популяции шимпанзе. ДНК, взятая из образцов фекалий, подтвердила этот тезис. И все же загадка осталась. Эти обезьяны действительно строили свои гнезда на земле, разбивали курганы термитов и использовали камень в качестве наковальни, чтобы расколоть черепаший панцирь. Однако утверждения о том, что они ходят на двух ногах и едят львов, пока не подтвердились. Этот гигантский паук по размерам не уступает большой кошке. Забудь о канкре из «Властелина колец» и о рагоре из «Гарри Поттера». Когда речь идет о настоящих пауках-монстрах, Джана Фофи не сравнится ни с одним другим ползучим гадом. Предположительно, этот восьминогий монстр обитает в отдаленных уголках канголезских тропических лесов и роет туннели под деревьями, маскируя входы большими листьями. Затем он сплетает почти невидимую сетку и набрасывается на всех, кто запутается в этой внушительной опасности. Один британский миссионер утверждает, что у него был такой неприятный опыт, когда в 1890-х годах он и его команда наткнулись на двух гигантских пауков. Хотя ему удалось отбиться от нападения с помощью меткого пистолетного выстрела, в итоге он скончался от последствий паучьего укуса. Еще более подробно встреча английской пары с гигантским пауком описана в книге Джорджа Эберхарта. Эти двое путешествовали по Конго в 1938 году, когда внезапно увидели крупное животное, которое поначалу приняли за обезьяну или хищную кошку. Однако вскоре они поняли, что наткнулись на огромного паука с чрезвычайно длинными ногами. И даже в наше время истории о Дженна Фофи не утихают. В сети можно найти несколько роликов о пауке-монстре, который лучше не смотреть перед сном. Коренное население также знакомо с аномально крупным арахнидом, который имеет коричневый цвет и фиолетовое отметины на брюшке. Хотя размах ног оценивается в полтора метра, считается, что обитающие на земле пауки питаются в основном лесными антилопами, птицами и другой мелкой дичью. Болотный монстр из твоих кошмаров Быстрый поиск показывает. Самый крупный из ныне живущих крокодилов – паховый крокодил. Самого массивного из всех современных панцирных ящеров звали Лолонг. Рептилия, умершая в 2013 году, увековечила себя в Книге рекордов Гиннесса длиной 6,7 метра и весом 1075 килограммов. Впрочем, Мохамба может лишь утомленно улыбаться этим впечатляющим цифрам. Но если чешуйчатый монстр действительно существует, конечно. Легенда гласит, что страшная рептилия скрывается в болотах и реках бассейна Конго. И что она обладает невероятной длиной тела в 15 метров. Говорят, что благодаря своим несравненным мощным челюстям это существо не сравнится ни с одним другим животным. Некоторые считают, что мы имеем дело с потомком Мазазавра, который каким-то образом сумел приспособиться к жизни в пресной воде. Как вариант, Мохамбу также подозревают в том, что он произошел от доисторических крокодилов. Однако, кроме этого, информации о чудовище практически нет. Что, по словам местных жителей, связано в основном с тем, что после встречи с Мохамбой почти никто не выживает. Жми на подписку и будь в курсе событий. Следующее яркое видео выйдет уже завтра.